Ну что, начнем согреваться с таких философских размышлений начну. Вот знаете, когда западному человеку плохо, он идет к психиатру. Когда восточному плохо, он уходит в себя. Русский идет в гости. Неважно, проехали. Ладно. Тогда еще посложнее. Интересно, сколько на этот раз отзовется. Сейчас человек 20 отреагировало. Если бы Чехов был жив в наше время, я думаю, что самую свою знаменитую фразу он бы написал по-другому. Он бы написал так. В человечеке все должно быть прекрасненько. И личикой, одежонкой, душонкой мыслишки. Интересно, реагирует эта часть зала? А тут приезжие, что ли, еще смотрят на звезду. Меня так оскорбляют часто. Вы же звезда. Я так завожусь в этот момент. Хуже только, когда меня называют брендом. Опять они. А эти опять задумываются. Ребят, вы впереди. Сейчас мы в разминке устроим такое соревнование. Какая половина зала будет? Сложная фраза. Сейчас и вы не поймете ничего. Очень сложная. Предупреждаю. Знаете ли вы, что выражение «умен не по годам» «умен не по годам» не всегда комплимент. Ребят, ну потянитесь, ну хотя бы сделайте вид. Что-то тут грустняк полный. Я буду на вас смотреть. Я сейчас вас гипнотизировать буду. Нет, я все-таки... Все-таки еще сложненькие фразы у меня остались. Потом, потом будет легче. Знаете ли вы, что такое мудрость? Вот мудрый человек. Это человек, который хочет только то, что может. Вообще, даже эти замокли. Мало кто знает, что первое сентября больше всего не любят астры и гиргины. Наконец-то! Допросился реакции. А знаете ли вы... Это для молодых. Знаете ли вы, что современные родители думают не только о том, как назвать ребенка, но и какой дать ему ник для интернета? Нужны новые приметы в наше время. Многие народные приметы, конечно, устарели. Вот знаете ли вы... Это женщины, это для вас особенно примета. И ее вам надо знать. Вы, кстати, женщины, вот я вас так люблю. Вот вас, когда в зале много, обязательно реакция возникнет. Мужики все равно сидят с недоверием первое время. Во-первых, их многих привели жены на концерт. Сказали, кончай бухать, пойдем, концерт долгий. Тест здоровья. Слышите, опять женский смех, да? Потому что точно так и было. Я вообще, чтобы вы знали, я не придумаю ничего. Я формулирую то, что думают многие, но они не знают, что они так думают. Примета современная. Женщины, запоминайте, если жена, если жена стала слишком часто учить своего мужа, как жить, это значит, она начала его готовить к новой жене. Ни одного мужского смеха не было. Ни одного. Все, мужики, для вас фраза. Женщины не надо, не слушайте. Знаете ли вы, дорогие мужчины, что алкоголь это жидкость для снятия женщин? Ребята, вот вы там в конце, вот с вами надо ездить выступать, вы поддерживаете зал. Я не могу оплатить так много соображающих людей. Еще одна примета. Если вам в баре улыбнулась девушка, значит у нее нет денег. Вот включились опять. А если вы ей улыбнулись в ответ? Вот для согрева я это и говорю. Все, смотрите, согрелись уже. Даже договаривать не надо, что значит у вас деньги есть. Ну это попроще фразы, это каждый поймет. Знаете ли вы, что такое достаток в семье? Это когда прибыль быстрее жены. Примета. Если у вас умные глаза, умные глаза и глупая улыбка, значит вас сфотографируют на паспорт. А если вам, мужики, после вечеринки всю ночь снится медуза, значит вы уснули лицом в холодец. А если вы чувствуете себя не в своей тарелке, значит вы уснули в чужом салате. А если вас, это всех касается, если вас обрызгала машина до пояса, не спешите расстраиваться. Посмотрите вокруг, может кого-нибудь. Нормально, договаривать не надо. Правильно, обрызгала с ног до головы. Мне подсказывают уже из зала. Хорошо, ребят. Немножко социалки. У меня такое крошево-юмористическое сейчас, на разные темы. Знаете ли вы, что больше всего День Десантника не любят бомжи? Ни одной целой бутылки. Ну, это так. Знаете ли вы, что День снятия Лужкова с должности мэра Москвы объявлен Днем Утраты Доверия? Вот, знаете, вот на РЕН-ТВ это уже останется.